Она сказала, верите, немедленно несите ее в пролом, и тогда увидите чудо славы Божьей. Действительно, когда Степан Батолий привез туда войск, 47 тысяч, в то время это была огромная армия, а население в СССР было 30 тысяч. То есть это и дети, и женщины, и горе, которые защищали. И тем не менее, вот более двух месяцев была осада, тем не менее, что хотя в несколько раз и поляне ходили на шуру, но, к слову, они взять не могли, а они хотели взять и только в столк, но и Москву. И наступление этих поляков запретнулось под стенами Печорского монастыря, потому что сюда был присланный двухтысячный отряд немцев, потом веки, и веки сюда присланы были конец и бенгенская с артиллерией. Но тем не менее, вот двухтысячный осад Печорского оказалось совершенно недоступным. И все это причисливается чудесам, которые показывала икону искрения и умиления Божьей Матери. Здесь в Паралоне выставляли икону, то же самое, икону умиления Божьей Матери. И она показывала такие чудеса, что воины польские не могли проникнуть за стенами монастыря. Их невидимые силы останавливало, и они становились как скопанные и не могли дальше двинуться. А то об этом даже пишет летописец похода Стефана Батория, то есть с противоположной стороны пишет Сеонс Пеотловский. Он говорит, что Печоры — это место какое-то заколдованное, потому что наши воины не могут ничего сделать с этой маленькой обительной. Они провели в нескольких листах стену, идут на штурм, но какая-то невидимая сила их останавливает, они падают, они стоят как скопанные, не стреляют, они падают и ничего не могут сделать. И мы бьемся уже два месяца, не можем взять этот монастырь. Или же это место заколдованное, или это место, которое покровительствует Матерь Божия и Сила Божия показывает здесь свои чудеса. Действительно, чудеса и до сих пор показываются. И от этой иконы искрения Божьей Матери, и от других икон, которые люди приходят с верой. Я знаю несколько случаев, когда люди приходили и получали исцеление уже в наше время от неисцельных болезней, от рака, допустим, от слепоты. Затем люди бесноватые приходят, получают исцеление от расслабления, прикладываясь и молясь перед иконной спине Божьей Матери. Был такой случай в 1888 году, когда императорская фамилия потерпела крушение в октябре месяце на Курской железной дороге, когда вся фамилия императорская могла бы погибнуть. Было крушение поезда. Но они чудесным образом спаслись и в знак благодарности принесли перед иконой успения Божьей Матери вот эту лампаду. Оказывается, в то время с этой иконой совершался крестный ход. Этот крестный ход совершался, и там усиленно молились за всех членов императорских фамилий. В то время обязательно их поминали и усиленно молились. И вот свое спасение, избавление они приписали именно чудеса от иконы Печорской, успения Божьей Матери. В знак благодарности они написали всех небесных покровителей, которые в то время были императорской семьей, семьей с обратной стороны на этой икону. И когда мы ее выносим на крестный ход, то это изображение до сих пор сохранилось. И эта икона, она очень тяжелая. Конечно, немногие цари, начиная с себя на Грозном, Грозный сделал центральный оклад и затем убрасил речными женщинам эту икону. Затем различные князья делали оклад из басны, и потом сделали большой сам певод, который во времена Анны и Анны сделали певод. Так что эта икона очень тяжелая, весит больше 120 килограммов, поэтому один человек ее подъезд не может. Поэтому мы ее ставим на носилки и совершаем единственный ход на праздник Успения Божьей Матери в крестный ход этой иконы. Конечно же, все стремятся приложиться к этой иконе, все у них возможности, много людей приезжают именно на этот праздник Успения Божьей Матери, если будете, обязательно приезжайте. Потому что это неповторимая длина, когда многотысячная толпа вместе с иконой, она обходит весь монастырь, все прикладываются, все прощаются. Как бы затем совершается чин повредения. Особым образом у нас это плащаница Божьей Матери, а икона опять выносится отсюда и ставится опять сюда. Здесь она пребывает в Успенском храме. Вы имеете возможность сейчас помолиться, приложиться. Они были на Печорский монастырь и хотели его разорить. Но Петр I за два года до этого сделал фортификационные сооружения вокруг монастыря. Когда вы выйдете из монастыря, вы увидите ров, который обкопан. И напротив почти каждой башни были насыпные бастионы. На этих бастионах укреплялась артиллерия для отражения атаки. Здесь было сражение под Печорским монастырем. И затем одно из сражений было уже на территории Эстонии. Это одно из сражений русско-шведской войны, которая закончилась Ништадским миром. После Ништадского мира, когда границы русского государства отошли дальше на запад, когда к русскому государству присоединилась Эстония, и мы вышли к Балтике, то тогда монастырь прекратил свое существование как монастырь крепость. Здесь уже гарнизона не было, и постепенно монастырь превратился в штатный простой монастырь. За несколько десятков лет вот эти вот стены и крепостные сооружения, они, как сказать, уже стали разрушаться, и только игумен монастыря Алипий уже в наше время восстановил то состояние стен, которое вы сейчас видите вместе с шатрами, вместе с переходами. А до этого почти пол стены было разрушено. Если мы сейчас поднимемся на горку, я вам покажу, до какого состояния они были разрушены, вот именно всеми климатическими условиями. Сейчас. К нему она так называется, в нее впадает ручье в каменец, который протекает через весь монастырь. Но сейчас вы его не увидите, потому что он находится в бетонном жёлобе, и сверху сделана мостовая каменная, так? А через башню нижних решёток он вытекает за монастырь. Был такой случай в истории монастыря, когда братья находились на богослужении, это было в 16 веке, когда литовские люди сюда внезапно напали на монастырь, убили сторожей и прошли через башню нижних решёток сюда, в монастырь. Они остановились возле башни, потому что было темно, электричества не было, и они не знали, куда идти. Один из сторожей сообщил наместнику монастыря, игумену, из братьев, что ворвался неприятелем монастырь. И тогда наместник сказал, что надо очень сильно молиться, и все молились до самой заутренней, причастились к святых христовых тайн, к запасных христовых тайн причастились, и вышли из Успенского храма навстречу неприятелю вместе с хоругвиями и с крестным ходом. И наместник приказал звонить в колокола. Они думали, конечно, наши монахи думали, что их ждёт смерть. Они же были готовы принять мученическую кончину от руки неприятеля. Но неприятели, когда увидел количество братьев, было больше ста человек и молящихся, то они подумали, что здесь находятся регулярные войска. И увидевши крестный ход, который идёт в Караугвии, они подумали, что это колонна войск, движется навстречу неприятелю. Они, конечно же, убежали отсюда. И это один из случаев, в которых чудесного спасения монастыря. Это были войны корпуса генерала Петра Витгенштейна, псковским жителям и псково-печерским святыням, вследствие того, что 7 октября 1812 года они одержали блестящую победу под Полоцком. Под Полоцком находился как раз вот этот самый первый кавалерийский корпус генерала Петра Витгенштейна. У него было очень мало воинов, хорошо обученных. В основном это были псковские ополченцы и несколько регулярных полков. Всего было 17 тысяч воинов у генерала Петра Витгенштейна. В то время, как Полоцк завоевали несколько французских корпусов, у них было 25 тысяч воинов, причём хорошо обученных, хорошо вооружённых воинов. И тем не менее, в тот момент, это как раз было в ночь на 7 октября, псковские жители, зная, что наполеоновские войска, уйдя от Смоленской дороги и идя северным путём, хотели напасть на Санкт-Петербург, это были самые отборные войска, вот они шли через Полоцк, потом следующий был Псков. И они понимали, что то, что сделали французы со Смоленском, они сожгли его до плана, то, что они сделали с Полоцком, они его разрушили почти до основания, вот, и то, что они думали, что то же самое ждёт и их, они 7 октября пригласили к себе иконы Успения и Умиления Божьей Матери. Вот это икона Умиления Божьей Матери, это владычество, список с Владимирской иконой Божьей Матери, она поставилась как раз в то время. С этой иконой совершили крестный ход вокруг всего Пскова, и как раз с 7-го числа у меня из этого Пскова было совершено нападение, то есть была совершена атака с корпусом генерала Пскова-Любешейна на полоцк. Эти немецкие французы были нагло разбиты. Они разбиты были настолько, что они не могли опомниться в течение нескольких месяцев. Генерал Лейтгенштейн писал потом к собственному губернатору Петру Шаховскому о том, что чудес чудо произошло, потому что мы малым числом, плохо вооруженные, разгромились на французском, на французском, это генерал Сен-Сина, генерал Виктора и еще одного французского генерала, какой-то был лучший генерал. Тем не менее, мы отражали победу, так что гоним, в Говороссии, гоним, с новостями, за самым граммом. И он, когда узнал о том, что Петербургские жители как раз в этот момент совершали победу, что он сказал, что имеление Божьей Матери, и поэтому эту победу они приписали как раз, приписали это заступничество Божьей Матери и Петербургской ее ухом. Тогда архиомандрит Венеки, настоятель этого монастыря, а после войны обратился к корпусу, к самому Петру Викторштейну, к Петру Христиановичу Викторштейну и сказал, что неплохо бы эту знаменательную дату, победу отметить каким-то образом. Мы согласны часть средств внести сам монастырь, ну, старые оклады, там, различные там предметы, ризницы, для этого необходимо построить собор. И вот этот собор был построен, он строился 12 лет, был освящен в 1825 году, уже после того, как сделана была роспись, очень долго была роспись, сделана, сделана роспись. Сейчас она полностью обновилась. Вот в прошлом году стараниями на месте Гарки Мадрида Тихона полностью обновилась, и сейчас обновляется полностью не только, ну, весь собор буквально он сейчас обновляется. Сейчас заново будет обновление, потому что эта ротонда была сделана еще, значит, в 19 веке, теперь она заново свой, приобретает свой вид. Здесь, значит, находятся в этом соборе памятные доски, которые были сделаны от корпуса генерала Петра Абитгенштейна. Вот, обратите внимание, здесь вот, только близко не подходили, чтобы вы с вами, не было. Штаб и обе офицера, значит, которые участвовали в сражении тысячи, от корпуса генерала Петра Абитгенштейна, убитых в сражении 1812 года. Здесь поименно, поименно указываются имена и иногда и фамилии тех, кто сражался в корпусе генерала Петра Абитгенштейна. Это генералы и офицеры. А там, с той стороны, указывается количество простых воинов, которые пали в кампаниях войны 1812 года. Первоначально этот храм хотели осветить в честь иконы успения и умиления Божьей Матери Пскова-Печерская. Но император Александр Первый благословил и утвердил его осветить в честь архистратига Божия Михаила, покровителя всех русских воинов, покровителя русского воинства. Поэтому этот храм освящен в честь архистратига Божия Михаила и всех сил небесных бесплодных. Здесь икона Архангела Михаила с апостолами Петром и Павлом, потому что генерал Петр имел своего небесного покровителя апостола Петра. Здесь они изображены на этой иконе. А с той стороны список иконы Устыни Божьей Матери, которая участвовала в прессе в ходу. Это вот самое крайнее список чудотворных икон Устыни Божьей Матери Боготворной Матери. Здесь находится знамя корпуса генерала Петра Вильгенштейна на задней стене. Вот он находится знамя. Это только центр этого знамя не сохранился, а вся окружность материя конечно она испортилась и сделали уже замен для этой ремонтерии. Но тем не менее вот это знамя оно до сих пор сохраняется здесь. Это храм для торжественного богослужения. Здесь он сейчас отапливаемый. До 70-го года он не был отапливаемый, поэтому на акценте Михаила здесь совершалось последнее богослужение и переходили в теплый храм Успецкий или Срединский. А теперь он отапливаемый и все торжественные богослужения совершаются здесь Михаиловской Соботой. Да, еще у нас, конечно, находится здесь песница святой мученицы Татьяны, покровительницы всех учащихся.